Квитанции стали историей. Сумму оплаты за домашние телефоны теперь нужно узнавать по интернету. Таковы нововведения Ростелекома. Можно ли вернуться к старой системе оплаты? Остались без зарплаты. Работники предприятия Тагил Щебень с августа получают деньги частично. В чем причина и долго ли еще жить без скровно заработанных? По ту сторону камеры в прицеле объективов сегодня студент Капет Академии. Ее персональная фотовыставка открылась в Центральной библиотеке. Где найти вдохновение? Компания «Русский стиль». Строительство дачных и жилых домов по доступным ценам. Оплачиваю услуги ЖКХ со скидкой 61%. Бесплатная консультация по телефону 8 800 555 27 76. Здравствуйте. В эфире Тагил ТВ. Информационная служба новостей. Мои коллеги и я, Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Выпуск начнем с аварии в Горбуново. Там наступила коммунальная засуха. Из-за лопнувшей трубы водовода пересохла единственная в микрорайоне колонка. Авария произошла в воскресенье вечером на улице Пригородная. Здесь единственный способ это наложить, скажем так, такую железную бочку и зачеканить. Это вот наше такое есть специфическое выражение. Зачеканить с обеих сторон по кругу эту бочку. То есть локализовать аварию внутри этого саркофага. Вот и все. И потом будем запускать водоводку. Опыт у нас есть. Это не первая авария. К сожалению, она не последняя. По словам специалистов, аварии на данном участке случаются с завидной регулярностью. Сети, изношенные на 70%, нуждаются в капитальном ремонте. К слову, жители водоснабжения особой нужды не испытывают. Многие имеют свои скважины. Тем не менее, каждый день в район приезжает водовоз полностью. Залатать дыру обещают в ближайшие дни. А вот с теплоснабжением проблем быть не должно. Отопительный сезон теперь под личным контролем тагильчан. В городе заработала еще одна горячая линия. Теперь, позвонив по телефону, можно пожаловаться на качество теплоснабжения. Подали ли его вовремя и идет ли без перебоев. Работать горячая линия будет до полного включения всех потребителей. Жизнь в долг. Работники предприятия Тагил-Щебень остались без кровно заработанных. С августа выдают зарплату им частично. В чем причина и долго ли еще жить без денег, разбиралась Екатерина Лепнягова. Еще недавно Александр Урусов радовался новоселью. Только счастье продлилось недолго. Ипотеку выплачивать он теперь не в состоянии. Денег не хватает, порой даже на питание детей. Зарплату в полном объеме мужчина не получает уже два месяца. У меня семья, двое детей. Одна в школу пошла, другая в садик. Жена по уходу за ребенком еще. Плюс ипотека. Ну занимаю, у пенсионеров бывает даже занимаю, у соседей. Уже всем все должен. Подобные истории могут рассказать десятки других работников предприятий Уралтехнологий. Сотрудники двух бригад, которые трудятся в карьере в Олегинбор, с начала августа получают только часть зарплаты. Нет новой рабочей одежды, рукавиц и респиратор. Они говорят, когда на предприятии перестали платить деньги, часть людей уволилась. За июнь месяц не могут расчетные деньги получить люди. Поэтому мы не стали ждать. Мы сейчас на данный момент сразу пошли в прокуратуру. Проблемы, говорят, начались, когда произошла реорганизация компании. Работников из Уралтехнологий перевели в фирму «Тагил Щебень». В тот же период большая сумма ушла на новое оборудование. Руководители предприятия нам пояснили, выплаты в трудный период были, но с задержками. А основная причина – это перезаключение договоров в этот период и несвоевременные оплаты по счетам за товар, который мы предоставили, за продукцию. Однако теперь уверяют, все в норме. Составлен график погашения задолженности. Накануне работники уже получили часть суммы. До конца сентября будет выплачено все. Руководство в будущем компании уверено, заключены договоры на поставку щебня на долгосрочный период. Так что в конце сентября работники получат уже аванс. Отдел сбыта, они работают, и договора заключается, заключается, работа будет на всю зиму. Екатерина Липнягова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Квитанции стали историей. Сумму за домашние телефоны теперь нужно узнавать по интернету. Таковы нововведения Ростелекома. Ростелекома. Правда, довольны ими не все. Можно ли вернуться к старой системе оплаты, расскажет Дарья Хнычкина. К таким очередям здесь не привыкли. Поток людей не кончается уже вторую неделю. Все здесь по одной причине. Хотят узнать сумму оплаты за услуги связи. Потому что теперь квитанции в почтовых ящиках им не ждать. На смену почте пришли электронные технологии. Я уже какой день захожу, и все столько народу. А квитанции принесли, пошел в любом месте, я заплатил. Может быть, переход в квитанции был резко, сильно. Гораздо больше людей пожилых, которым удобно пользоваться квитанциями. Так как, если думаешь, даже интернет, они не умеют этим пользоваться. До 23-го числа в деревне был, приехал и не знаю, что делать. Куда идти, сказали, сюда пришел, сюда. Вот бегаю по всем этим отделам. Вот сейчас попробую получить. Но я с больной ногой бегать. Как уверяют в Ростелекоме, о нововведениях писали в квитанциях. Но не все увидели информацию. Перевод абонентов на электронные счета в компании считают удобным. Теперь можно пополнять баланс домашнего телефона так же, как и сотового. Через терминалы или интернет, зарегистрировавшись в личном кабинете компании Ростелеком. Также абонентам доступна доставка счетов на электронный ящик. Для этого достаточно просто написать заявление в офисе компании, внести свой адрес электронной почты. И ежемесячно абонент будет получать счет за услуги связи, которые оказывает Ростелеком. Но, возможно, и альтернатива для тех, кто привык к прежнему обслуживанию. Квитанции также будут приходить на почту. Нужно лишь прийти в один из офисов Ростелекома и заявить об этом. Причем сделать это может даже сосед или соцработник. У тех абонентов, кто не получил квитанции, телефон на нее отключат. Оплатить услуги связи за обыск можно на 25 сентября. Дарья Хничкина, Александр Штраум, Анатолий Тютин. Новости ТГТВ. Изменения в медицине. В первой ЦГБ закрылось единственное в Свердловской области отделение коллапрактологии. Однако беспокоиться не о чем, утверждают специалисты. Лечить пациентов будут. Все специалисты в первой горбольнице остались. Оборудование перенесли в хирургическое отделение. Теперь лечение проводить будут там. Сократили лишь количество койко-мест. Глава города подгоняет строителей. Сроки сдачи объектов, на которых работает Генстрой Урал, постоянно переносится. Подрядчик ссылается на объективные причины. Однако Сергей Носов с ними не согласен. Сегодня городоначальник посетил стройки. Когда все же сдадут объекты? Смотрите в репортаже Алексея Алексеева. Детский сад номер 15 на 270 мест построили еще в прошлом году. Открыть его не смогли из-за выявленных дефектов. Подрядчику пришлось укреплять фундамент, проводить дополнительные фасадные работы. Последние замечания устраняются до сих пор. Впрочем, сделать осталось совсем немного. Фасадик начнет функционировать, когда будут закончены документы. Задержка с документами, процедуру такую сделали очень сложную. Задача не построить, а еще после строительства месяца два или три уходят на оформление документов. Спортивно-оздоровительный комплекс в районе Парка Победы надеются стать до конца нынешнего года. Сейчас здесь ведется устройство теплового контура, чтобы включить опление и начать внутреннюю отделку. Залито бетоном чаша бассейна, монтируется оборудование, проводится благоустройство. Вину за отставание от графика глава города возлагает на подрядчика Генстрой Урал. На мой взгляд, не очень правильная оценка реального состояния дела и возможностей. Ну и дальше, в общем-то, отсутствие опыта крупных строек и опыта выполнения их в срок. Недостаточно оперативно разворачивается и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Уральском проспекте. Не готова полностью рабочая документация. Бетонирование фундаментов бассейна и катка, которые обещали завершить в середине сентября, не выполнено. Неподготовлены площадки для приемки и складирования металлоконструкций. Есть другие замечания. Чтобы открыть ФОК по плану в сентябре 2015-го, придется приложить серьезные усилия, считает Сергей Иносов. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Игошин. Новости Тагил-ТВ. На страже безопасности огнеборцы и сотрудники Центра защиты населения провели сегодня рейд по вагонке. Заглянули в гости к жителям частного сектора и садов. Почему заодно решили останавливать и машины, расскажет Анна Хабарова. В ярких светоотражающих жилетах они останавливают машины. На первый взгляд инспекторы ГАИ. На самом деле сотрудники Центра защиты населения. В центре существуют такие мероприятия, как защита населения. Инструктора гражданской обороны у нас обучают неработающее население. Мы обучаем и работающее, и неработающее население. Сегодня никого не учат, проводят профилактические беседы. По инициативе администрации города вместе с огнеборцами и полицейскими посетили частные дома и сады жителей вагонки. Стражи порядка, говорят, берут с собой нечасто. На этот раз его помощь не понадобилась. Все жители приветствовали незваных гостей и рассказывали, как сами защищают жилища от пожара. Постоянно все окапываем. Вода есть. Лопаты на месте. В основном, когда сжигаем, постоянно кто-то дежурит. А это в основном. Этих коллективный сад, говорят, жители безопасных средств. Изгора не возникает. В городе с начала года не погибли уже 14 человек. Короткое замыкание, курение в нетрезвом виде, неисправность ручного отопления – основные причины смертей. Общение с населением и бюджетными инспекторами идет только на пользу. Конечно, профилактика проходит успешно. Все равно пожары снижаются, гибель людей снижается. Это все равно где-то откладывается. Особенно у граждан, которые ответственные, благополучные, которые заботятся о своем здоровье, о своем жилище. То есть это, как показывает практика, положительно влияет. Месячник безопасности будет проходить в нашем городе до 4 октября. Анна Хабарова, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. В ТОПе. Политехническая гимназия получила признание. Вошла в рейтинг 500 лучших школ России. Составил его Московский центр непрерывного математического образования. То это заслуга не только педагогического коллектива, но и наших детей, которые очень активно участвуют в олимпиадном движении и на уровне фестиваля юной интеллектуалы Среднего Урала, на уровне города, на уровне Свердловской области и в Российской Федерации. А самое главное то, что наши гимназисты не боятся поступать в лучшие вузы страны. В Нижний Тагил в рейтинге лучших представлен только политехнической гимназии. Другие школы в список не вошли. К слову, это не первая победа образовательного учреждения в этом году. Вошли в рейтинг лучших школ России. Причем сразу в двух номинациях. По ту сторону камеры, в прицеле объектива, сегодня студент Капет Академии. В Центральной городской библиотеке открылась ее персональная фотовыставка. Представила Мария Аксенова экспозицию с названием «Взгляд». Началось все со школы, остался с восьмого, когда купили фотоаппарат обычный. Фотографировала в основном природу. Потом, когда школу закончила, поступила в Академию. Записалась на курсы фотографии. Меня это очень сильно затянуло, увлекло. Друзья помогали. К слову, именно друзья и родственники Маши стали героями фотовыставки. Но портретами людей творчество девушки не ограничивается. В кадр попадает и природа, и домашние питомцы. Организовывает фотовыставки городская библиотека в рамках проекта «Молодость. Новая Россия». Показывают в залах не только фотографии, но и картины творческих тагильчан. Вот эти вот ребята, они не могут попасть ни в выставочные залы, ни в музейные залы. Вот это как раз площадка такая демократическая, которая помогает им раскрыть свое творчество. Может быть, человек и не станет затем фотохудожником или просто художником, но он сможет приложить свою душу и показать ее другим людям. Тагил ТВ вновь дарит подарки. Наша редакция подвела итоги конкурса на лучшую новость от телезрителя. Победителем минувшей недели стал Олег Свирин. Мужчина придумал альтернативу всемирной акции Ice Bucket Challenge. Предложил высаживать деревья и передавать эстафету. За креативность тагильчанин получает приз от спонсора рубрики. Олег, мы благодарим вас за лучшую новость на телеканале Тагил ТВ. И от нашего магазина «Медведь» мы вам дарим вот такой замечательный подарок. Будьте здоровы! Спасибо Тагил ТВ и магазину «Медведь» за предоставленный мне подарок. Делитесь новостями и вы. Оставить сообщение можно по телефону 4195-51 или на сайте tagildefiz.ru. На этом у меня все. Далее вас ждут новости спорта с Анной Хабаровой. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Рубрику представляет компания «Сенегорье». Нижне-Тагильская городская федерация Айкидо объявляет набор в группы первого года обучения. Главное интеллектуальное событие года подошло к концу. Накануне завершился 10-й международный мемориал Евгения Зудова. В то же время соревнования являлись этапом Кубка России среди мужчин. За звание лучшего в нашем городе собрались побороться более полусотни шахматистов из трех стран. Среди них принимали участие 12 гроссмейстеров, 4 международных мастера, мастера спорта и 3 мастера фиде. В ряду столь элитных спортсменов победу удалось одержать международному гроссмейстеру из Краснодарского края Борису Савченко. Серебряным призером стал его земляк Антон Демченко. Такой же результат показал и армянский гроссмейстер Геворг Арутюнян. Среди тагильчан лучше всех сыграл Роман Овечкин. Он занял 11-е место турнирной таблицы. В рамках турнира юные шахматисты имели возможность сыграть с именитыми мэтрами. По окончанию соревнований каждый участник получил памятный подарок. Удача отошла от спутника. Накануне тагильская ледовая дружина встречалась с пермским торосом. В первом периоде ни одна шайба не поразила ворота команд. Затишье в счете нарушил тагильчанин Артем Железков. Но на этом радость наших хоккеистов закончилась. Гол за головом ворота спутника полетели шайбы. С разгромным счетом 1-5 бобры проигрывают спортсменам из пермского тороса. Следующий матч тагильская ледовая дружина проведет с Липецком в пятницу. 26 сентября. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, Новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Нижнетагильская городская федерация «Айкидо». Дополнительная информация по телефону 92 10 70 и на официальном сайте федерации.